Острая фаза военно-политического противостояния с Западом продолжается и находится, так можно сказать, в полном разгаре. Особое рвение наблюдаем, потому что касается антироссийской риторики, особое рвение наблюдаем среди наших европейских соседей. Думаю, что у всех на слуху высказывания Макрона, Кэмерона, Борреля и других о неизбежной войне с Россией. И я вот помню, как Дмитрий Витальевич Тренин, который здесь присутствует, в одной из своих статей написал, что Европа как партнер для нас неактуальна как минимум на одно поколение. Не могу не согласиться, мы это ощущаем на практике практически повседневно. Многие факты, и это надо признать, говорят в пользу такого прогноза, и не только по нашим ощущениям мы этот прогноз считаем верным. После провала пресловутого контрнаступления вооруженных сил Украины на Западе стали раскручивать новый, откровенно лживый тезис о том, что Путин не остановится на Украине. Если раньше они говорили до начала нашей специальной военной операции, давайте поскорее примем Украину в НАТО, и Путин не посмеет реализовать свои замыслы в отношении этой страны. То есть они исходили из того, что членство в НАТО это святое, и никогда Россия не пойдет на то, чтобы на это святое покушаться. А сейчас риторика диаметрально противоположная. Украину Путин победит и потом нападет на НАТО. Поэтому нам нужно всем срочно вооружаться до зубов.